МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...президент Эмироторга о запрете провозить в ручной кладе любую импортную молочно-мясную продукцию. Даже для личного использования, когда меньше 5 килограмм. Отсутствие запрета на ввоз в страну мясо-молочной продукции он считает ошибкой, которую необходимо срочно исправить. Мне вот прямо даже интересно, о каких объемах потерь для мясного рынка России идет речь, когда россияне перед полетом домой из Испании запихивают хамон в каждый свой карман. Как сильно это бьет по экономике нашей великой страны? Тем более, что на этом Линник не остановился и призвал всех жителей России последовать его личному примеру и обеспечить продовольственную безопасность родной страны. Линник рассказал, что сам он сыр или хамон в чемодане никогда не ввозил. Да и вообще, хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии. А если ему что нужно в России, то он покупает местную продукцию. Конечно, вспоминается шутка Жванецкого в советское время. Если итальянских туфель не видел, наши вот такие. По словам авторов запретной или, может, антихамоновской инициативы, сейчас существуют риски завоза из-за рубежа вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Так вот, по словам этих горе-экспертов, различные вирусы могут распространяться через пищевые отходы, которые попадают на свалки, откуда разносятся по воздуху или дикими животными. Хотя Кремлю стоило бы подумать о строительстве заводов по переработке мусора для уменьшения количества чудовищных свалок в РФ, от которых люди действительно страдают. Еще раз нас предупреждают, что в случае сопротивления в оквам будет оказана физическая сила. Так что начали со свободы слова и запрета интернета, а закончили хамоном и пармезаном. Позарились, как говорится, на святое. Теперь они полезли в холодильник. В очередной раз, прикрываясь национальной продовольственной безопасностью и патриотизмом, нам пытаются навязать свои условия. Дело не в хамоне, не в пармезане, а в том, что нам, взрослым людям, указывают, что, когда и где есть. Мы, как потребители, как-нибудь сами разберемся, за кого голосовать своим рублем без советов, лжепатриотов и балабулов. Но давайте сначала разберемся, что это за Мираторг такой, откуда он возник и почему его президент предлагает такие смелые уропатриотические идеи, совсем не боясь критики и недовольства со стороны народа. Видимо, сам Линник следует своему совету довольно часто, именно поэтому его компания зарегистрирована на Кипре. Мираторг – это агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России и самый крупный производитель свинины на рынке РФ. Агропромышленный холдинг Мираторг появился в результате кремлевской программы импортозамещения, которую они активно пропагандируют с началом введения санкций против России. Россия решила ответить, мы не будем покупать так называемую санкционную продукцию из стран, присоединившихся к санкциям Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, каких-то других стран. И вот мы прекратили покупать пармезан, хамон. 6 августа 2015 года пограничники Белгорода тракторами раздавили 10 тонн контрабандного сыра. Мы не единожды рассказывали и показывали просто ужасающие последствия политики импортозамещения. И чтобы не повторяться, просто скажем, к чему она сегодня привела Россию. Новых производителей качественных товаров в РФ так и не появилось. Конкуренция снизилась. Естественно, из-за этого качество товаров упало еще больше. Потому что нечего вот это вот привыкать. Потому что когда начнется мировая война, то сушеный хвостик крысы под соусами с плесенью будет идти как деликатес. Поэтому сегодня россияне едят вот такой сыр. На этот раз решил проверить сыр, который покупал. Все там же в магните, с колбасой из бумаги. Колбасу я съел, а сыр остался. Офигеть! Терещий сыр. Пьют такое молоко. 60% всего, что продают в магазинах. И не молоко вовсе, а смесь растительных жиров с водой. И главное, что продукция эта совсем не копеечная. На уровне бытового, конечно, нужно, чтобы им было не с чем сравнить. Потому что если они попробуют хамон, то наши дряни не есть, не будут. Но если люди, простые россияне, как всегда проиграли в борьбе за лучшую и качественную жизнь, то приближенные к Кремлю и к кормушке, как всегда, хорошенько поживились. Вот вылез Мираторг с новою концепцией. Это сплошной восторг в деле конкуренции. Нефиг амон таскать. Ешьте, что вам дадено. Будешь ты мрамор жрать пополам с говядиной. Когда-то давным-давно бизнесмен Виктор Линник со своим братом привезли в Россию из Голландии машину с сухим молоком. И успешно его продали. Потом стали продавать другие продукты питания и постепенно перешли исключительно на мясо. Возили свинину, птицу и говядину из Европы. Так что именно будущая санкционочка помогла подняться братьям Линникам. И, конечно же, результатом приятен даже не количеством денег, которые мы зарабатываем, а именно результатами, людьми, которые вовлечены в это. В 95-м году Виктор и Александр Линники учредили компанию Мираторг. Когда развитие аграрного сектора было объявлено одним из национальных приоритетов, Виктор Линник вложился в строительство свинокомплексов. Земля раздается этой замечательной компанией и их дочерним структурам по всем регионам Российской Федерации, центральной части в основном. В 2007 году Виктор Линник стал лауреатом национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России». Абсолютно верно, это все по плану идет. В 2016 году выручка компании Мираторг выросла на 25%, до 120 миллиардов рублей. В 2016 году из 34 миллиардов рублей субсидий на мясное животноводство, 32 получила эта замечательная компания Мираторг. Темпы развития просто невероятны. Я думаю, что это будет хорошим ориентиром для отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня в России Мираторг является крупнейшим производителем свиного мяса и продуктов из него. Как можно есть хамон на Руси этнической? В глотку не лезет он людям исторически. Мираторг получает огромные субсидии из госбюджета. Это касается не только государственных субсидий. Они им снижают таможенные пошлины, возвращают им за это деньги. Они помогают экспортировать это. Так что с такой поддержкой государства Виктор Линник не стесняясь может хамить россиянам, возмущенным очередным запретом на зарубежные продукты, и давить российские фермерские хозяйства. Каждое правительство в цивилизованном мире борется за своего избирателя. Поэтому и для фермеров, для развития их малого бизнеса предусматриваются специальные программы и соответствующая помощь. В европейской истории есть фермеры, они голосуют на выборах. Фермерам тяжело, они нуждаются в государственных дотациях. Если мы не будем их датировать, то они не будут за нас голосовать. Так происходит во многих странах, но только не в России. Так что агрохолдинг часто ведет себя жестко и беспринципно. Компанию часто критикуют за отбор земель у фермерских хозяйств. Малый бизнес и хозяйственники часто жалуются, что они вынуждены действовать по принципу «либо договаривайся с Мироторгом и сдавай скот на его бойню, либо закрывай бизнес». Самое главное, конечно, то, что здесь начинает работать эгоистичный бизнес-интерес путинского окружения. Они хотят на этом зарабатывать. А как зарабатывать, имеем монополию. Надо устранять конкурентов. В борьбе с конкурентами Мироторг давит на идею импортозамещения. На самом деле, на первый план всегда выходят деньги. А как это скажется на обеспечение тех же простых россиян продуктами питания, на качестве этих продуктов? Никого не волнует. Главное, путинское окружение должно на этом зарабатывать. А как же так получилось, что в руках у простого бизнесмена, возящего товары из Европы, оказался такой ресурс, и он стал королем сельского хозяйства Российской Федерации? Чем тяжелее задача, тем приятнее результат. Но тяжелый труд тут не главное. Ведь по странному стечению обстоятельств, девичья фамилия жены Дмитрия Медведева – правильно. Линник. Вот такая зеленая улица для Мироторга существует потому, что за ним стоит премьер Дмитрий Медведев. И эту компанию, очевидно, многие связывают в секторе с семьей Дмитрия Медведева. Так что, как говорится, все деньги в семью. Премьер Дмитрий Медведев сам дает повод так думать, что у него есть какие-то более серьезные связи с этой компанией. Он невероятным образом постоянно сам лично занимается делами Мироторга. И что же у нас получается? Свояк премьер-министра России получает миллиардные дотации с бюджета на развитие собственного производства. А потом эту же продукцию продает по совершенно рыночным ценам россиянам. Мясо нам продают не просто так, а за деньги. То есть и россиянин платят Мироторгу дважды. Обыскивать ручную кладь и жевать только отечественную колбасу призывают кремлевские прихвостни и дельцы. И пока они так рьяно ратуют за все отечественное, сами почему-то активно пользуются иностранным. Летает он, кстати, не на каком-нибудь Яке, а вполне себе на американском бизнесу Джетти Больфстрим. Наверное, о родине задумался и нечаянно купил. Вот они, те самые пресловутые двойные стандарты. Нам можно, а вам нельзя. Живите и терпите, пока мы будем шоковать. Российские миллиардеры и кремлевские прислужники как будто испытывают россиян. И прощупывают, насколько далеко они могут зайти в своем беспределе.